У нас в гостях кавер-группа Lucky Dice. Они жалеют, что не родились в 60-х, потому что считают это время лучше в музыке, обожают рок-н-ролл. Высокие каблуки, набриолининые головы и безумный энергичный стиль исполнения просто обязаны разбудить всех зрителей хорошего утра. Вставайте у своих экранов и готовьтесь двигаться в стиле Элвиса Пресли. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, скорее к нам давайте двигаемся. Мы двигаемся. Проходите, пожалуйста, на диван. Мария Кравцова, солистка. Давай пока ребят проходят, я представлю. Маша Кравцова, замечательная певица-солистка Lucky Dice. Сергей Иванов, гитарист, Сергей Ефименко, гитарист, контр-басист. Сергей Иванов, контр-басист. Сергей Иванов, это барабанщик. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, ребята. Скажите, с утра как играется? Вы наверняка, ну, все концерты проходят вечером, да? Нам очень понравилось. Здорово. Скажите, почему выбрали этот стиль и как вообще называется? Стиль называется рок-н-ролл, рок-обили. Стиль, это музыка, американская музыка, можно сказать, народная американская музыка. У нас просто у контр-басиста прическа такая, поэтому мы решили играть в рок-н-ролл. Лака много тратите? Ну, только два человека в вашей группе тратят лак для волос. Мне мама не разрешает. Он больше, чем я. А мне некуда. Грибек, вы изначально вместе или состав группы менялся? Менялся. Ну, нам в группе два года, за два года немножечко поменялся состав. Мы поменяли вокалистку, а так все. Все правильно сделали. Конечно. А где выступаете? Ну, вот большая часть концертов проходит. Это пабы, клубы? Да, пабы, клубы. А большие площадки уже были? Ну, фестивальные, да. Фестивальные есть выступления регулярно на фестивале выступаем. А хотите что-то свое, может быть, начать писать? Нет такой мысли? Ну, для того, чтобы писать свои песни, нужно определенный талант иметь, потому что написать песни... Да и таланта, в принципе, есть. Просто, как правильно Аркадий говорит, уже все написано. Все уже написано до нас в этой музыке, по крайней мере. Музыка, она по канонам, по своим, да, как-то существует. Я про название хочу, знаете, спросить. Мы вот в интернет-переводчики пытались перевести, переводят как, вот сейчас я вам прям дословно скажу, счастливый кубик. Ну, счастливая игральная кость, вот. А, о, даже татуировка есть. Сначала появилась татуировка, а потом название. Да, сначала татуировка появилась, и потом татуировкой было навеяно. Вы выбирали среди татуировок у ребят название или... Ну, у них нету таких красивых татуировок, поэтому выбрали самую красивую татуировку и из нее сделали название группы. Слушайте, ну а вот увеличивать штат не собираетесь? У вас, вы же сами играете, сами поете. Может быть, еще взять скрипку, рояль? Трубу, очень модника сейчас, знаете? Мы регулярно выступаем квинтетом, то есть сейчас мы в квартетом выступали, а регулярно выступаем квинтетом еще с губным гармонистом. Где? Проспал? Нашим хорошим другом. Проспал? Почему не здесь, спрашиваю? Он сейчас очень сильно работает. С утра, да, у него посуточная работа просто. А еще у вас есть правило, вы всегда работаете живьем, под фонограмму не работаете. Не работаю. Это правда? Да. Даже если плохое оборудование. А как вы себе рок-н-ролл представляете под фонограмму? Это, мне кажется... Прецедентов не было. Да, это уже не то будет. Но записи есть ваших песен где-то в интернете, послушать? Мы работаем сейчас на студии. Да, мы сейчас записываем. Мы записали, недавно записали для... В Японии будет выходить сборник, трибьют группы Stray Cats. Это была такая группа, которая в 80-е снова сделала музыку рокобили популярной в Штатах, в Англии, в Европе. И сейчас издается в Японии трибьют альбом. И мы поучаствовали, записались недавно. Объясните зрителям нашим, что такое трибьют альбом? Не все знают. Ну это когда берется песни группы определенной, написанной определенной группой. И много современных исполнителей делают свои аранжировки, каверы. То есть перепевают, получается, на песни, но в своем стиле, как так случилось, что вы связались с японскими певцами? Не мы связались с нами. Они с вами? Они вас нашли? Ну, как-то через москвичей как-то нашли. То есть они услышали записи в интернете, да? Они работали над созданием альбома, я так понимаю, что искали просто... Но у нас немногие выступают в этом стиле, да? Да. Куда дальше всего были гастроли? Вы же путешествуете наверняка, ездите. Я так быстро не скажу, куда дальше всего ездили. В Ростов, наверное. В Ростов? Да нет, дальше. Ты что? Дальше красный танк. Таганрог, да. То есть в основном по краю. Ну по краю, да. А где больше всего нравится выступать? Нас очень любят в Сочи, нам в Адлере нравится выступать, мне кажется, да? Да. Нас и в Белореченске любят, действительно. Вы очень крутые, если можно, еще песню получится. Конечно. С удовольствием. Друзья, у нас Лаки Дай, супер музыканты в студии. Эти и другие интервью, друзья, вы можете увидеть на нашем сайте kuban24.tv. Называется ли в нашей группе ВКонтакте? А теперь песня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok